Мы продолжаем рассказывать о жителях Крачево-Черкесии, которые в разные годы были удостоены высшей государственной награды за совершение подвига или выдающиеся заслуги во время боевых действий. Именем одного из них назван музей в Центре военно-патриотического воспитания молодежи Черкеска, о боевом пути Героя Советского Союза Филиппа Трофимовича Миленюка в сюжете корреспондента Артура Мхце. Февраль 45-го – Германия. Подразделениям советской армии необходимо обеспечить переправу через реку. Успех стал возможен благодаря правильной организации при непосредственном участии капитана Филиппа Миленюка. За ту переправу он был удостоен «золотой звезды» – высшей отметки заслуг во время боевых действий. Сейчас его наградной лист, а также другие медали и ордена бережно хранит внучка Елена Нетепина. По словам руководителя управления культуры города Черкеска, Филипп Трофимович не особо любил рассказывать о Великой Отечественной войне. Его куда больше беспокоила жизнь семьи. И когда после ранений и пребывания в госпитале удавалось выбраться домой, казалось, не было счастливее человека. К слову, одна из дочерей также пошла по стопам отца. В числе девушек из города Черкеска в 1942 году 50 девушек было отправлено на курсы радисток. И только двух из них призвали на Черноморский флот. И Нина Филипповна, получается, его старшая дочь, вот она воевала тоже, была награждена наградами. После войны Филипп Трофимович по партийной линии был отправлен на поднятие целины и выращивание зерна кукурузы в Кустанайском районе Казахстана. Спустя несколько лет раны военной поры дали о себе знать. И он, почувствовав недомогание, вернулся на родину. Где и умер в 1966 году. Его похоронили у основания памятника защитникам Отечества, который в то время выглядел несколько иначе. На Аллее Славы стоит и бюст героя Советского Союза Филиппа Амельянюка. Вечный огонь горит в память о таких людях, жителях Карачаева Черкесии, которые ценой собственного здоровья, а то и жизни, защитили родную землю. Заслуженного земляка помнят в Кочубеевском районе Ставрополя, где он родился. Несколько лет назад в одной из школ была открыта парта героя. Его имя носит и поисковый отряд Центра военно-патриотического воспитания молодёжи Черкеска. Мы решили, что наш поисковый отряд должен носить имя героя Карачаева Черкесии. Мы выбрали Филиппа Трофимовича, но потому что он нам был ближе как-то. Мы изучали боевые пути всех героев, но решили, что мы хотим носить именно его имя. Я считаю, что такие музеи нужны для сохранения памяти, потому что без прошлого нет настоящего. И если люди не будут вспоминать прошлое, помнить его, то они не смогут в дальнейшем жить. Жить можно и без сохранения и изучения страниц истории. Такие примеры в обществе тоже есть. Но лишь умение ценить то, что сделали в том числе герои Отечества, позволяет идти дальше, учитывая опыт прошлых поколений. Артур Махцель-Бастанов, Вести, Карачаев, Черкесия.